Осенью 2001 года я впервые приехал сюда преподавать, но перед этим я посетил ненадолго Францию. В 1993 году, когда я закончил Библейский колледж, мы летом с двумя студентами отправились во Францию в миссионерскую поездку. Мы несли служение в лагере, который располагался в Альпах. Потрясающий вид. Я не знаю, удавалось ли вам когда-нибудь быть в горах, но французские Альпы, они отличаются даже от тех гор, которые у нас в Америке. Они очень отвесные и вздымаются ввысь на сотни метров. И такие же глубокие пропасти, вершины гор покрыты снегом, потрясающе красиво. И вот перед тем, как прилететь в Россию, я прилетел во Францию и посетил своих друзей, которые все еще несут служение в этом лагере. И вот они мне сказали, почему бы тебе просто не отдохнуть, прогуляться, насладиться. Я очень люблю прогулки, я очень люблю пробежки, ездить на велосипеде. И вот я решил погулять по горам. И во французских Альпах, как может быть и в других горах, есть тропинки уже протоптанные, по которым можно подниматься все выше и выше. И некоторые такие тропинки в французских Альпах, как мне сказали, были протоптаны еще римлянами. Вот настолько древние некоторые из них. И вот одним утром я отправился на прогулку. Я отправился от лагеря, потом поднялся по тропинке немножко вверх, потом прошел в сторону, потом пошел еще немножко вверх. И пройдя где-то 30-40 минут, я обнаружил деревушку, высоко в горах, хотя еще до вершины оставалось очень далеко. Но я не собирался подниматься до вершины, у меня все было пару часов на прогулку. Но вот я вернулся к тропинке и пошел дальше по маршруту. И вот в какой-то момент я заметил знак, он был написан на французском. И я не понял, о чем этот знак, потому что не знаю французский, но я кое-что заметил. Моя тропинка поднималась вверх, но была еще одна тропинка, которая спускалась сверху вниз и пересекалась с моей. И я сказал, ага, когда я буду возвращаться назад, надо запомнить, что нужно повернуть налево, а не направо, чтобы не уйти в другую сторону. Я продолжил свой путь и где-то еще прошел около часа. Потрясающий вид. И я даже поднялся выше некоторых облаков. И моему взору открылась потрясающая долина. Где-то там внизу были дома. Я фотографировал. Потрясающе. И вот я радостный, довольный, уже был готов спускаться вниз. И вот я иду обратно по своей тропинке, прохожу все те же знакомые места. И вот в какой-то момент у меня внутри появилась мысль, а не пропустил ли я нужный поворот? И я вернулся, прошел, может быть, метров десять назад, и я обнаружил развилку, на которой находился тот самый знак на французском языке. И действительно, вместо того, чтобы повернуть направо, я повернул налево. Вот что-то во мне подсказало, что я пошел по неправильному пути, поэтому я вернулся и свернул на нужную дорогу. И я привел эту историю, потому что нечто подобное происходит с нами в жизни. Мы идем по жизни в каком-то направлении, пробираясь сквозь проблемы, пытаясь их разрешить, возвращаемся назад, и потом в какой-то момент мы понимаем, что нужно придерживаться правильного пути. И в какой-то момент на нашем пути внутри происходит озарение, и в случае верующих, я думаю, это действие Духа Святого. Опасность, опасность, опасность. Ты пропустил поворот. И порой люди не прислушиваются к таким голосам, я не имею в виду буквальные голоса, но это внутреннее понимание, что пропущен поворот, что идешь не в ту сторону. Но те из нас, кто чувствительны к действию Духа Святого и внимают в Слово Божьему, понимают, что нужно остановиться, развернуться и пойти в обратную сторону. И говорю я об этом, потому что сегодня так много голосов, которые пытаются сбить нас с правильного пути, увести нас в сторону. Есть голоса удовольствия, которые взывают, попробуй, это здорово, это приятно, никаких последствий. Но где-то внутри мы думаем, все-таки есть последствия. Есть даже голоса, которые призывают просто к дружбе, ты думаешь, вот если бы я только был другом с ней, то я был бы счастлив. И начинаются взаимоотношения, ты понимаешь, что-то не так. Есть голоса, голоса финансов, голоса семейных отношений, ожиданий. Если вы женщина, то вам подсказывают, как нужно выглядеть сегодня. Вот если бы я только выглядела как она, то я была бы так счастлива. Но если вы прислушаетесь к голосу Духа Святого, то вы услышите, не следует так поступать. Мы говорили о том, что Павел пишет Тимофею послание, когда тот находится в Эфесе. Под давлением всех этих голосов, которые взывали к людям в церкви в Эфесе, пытаясь сбить их с правильного пути. Голоса лжеучителей, которые преподавали извращенные Евангелия. Были голоса, нужно иметь вот это положение в церкви, или это положение в церкви. И были споры, распри, разногласия. И Тимофей застенчивый, он обращается к Павлу и говорит, «Павел, я не знаю, как поступать». И Павел пишет ему, «Ты сможешь, и ты должен быть тем голосом в церкви, голосом от Бога, за которым люди последуют». И если можно сказать это одним предложением, то это выглядело бы так. «Уподобление Христу зависит от того, какие голоса я слушаю». «Уподобление Христу зависит от того, какие голоса, какие влияния, отвлекающие или, наоборот, помогающие, какие голоса я слушаю в своей жизни». И возвращаясь к первому посланию к Тимофею сегодня, мы открываем четвертую главу, стихи с первого по десятый. Я бы хотел, чтобы вы открыли Библию вместе со мной и прочитали первую Тимофею, четвертую главу, с первого по десятый стих. И попытались услышать, что Бог говорит в культуре, которая совсем не христианская. И написанное Павлом актуально и сегодня. Это имеет отношение к нам, живущим в 21 веке. Сегодня также много искушений, видимых образов, похоть, то, что мы слышим, то, в чем нас призывают участвовать. Что-то угодно Богу, а что-то нет. Как нам знать разницу? И Павел сейчас переключает свое внимание. После прославления в конце третьей главы он говорит о том, как идти правильным путем. Итак, позвольте прочитать мне четвертая глава, стихи с первого по десятый. Вот что здесь записано. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. Через ицемирие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительное, если принимается с благодарением. Потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая себя братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель, всех человеков, а наипаче верных. Тимофей, ты испытываешь очень сильное давление. Очень много голосов, много искушений, которые взывают к людям и пытаются сбить их с пути. Вот давайте посмотрим на первый стих. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Возможно, вы сталкивались с таким, возможно, вы уже давно в вере, а может, вы недавно пришли ко Христу. Но, может, вы знаете таких людей, которые были христианами, которые горели, которые подавали пример, и вы хотели быть на них похожими, но потом что-то произошло, что-то, что совсем непонятное. Может, вы приняли Христа, будучи еще маленьким ребенком, и вы были в церкви, и горячо молились о том, чтобы следовать всем сердцем за Богом, а потом наступили старшие классы школы, и никто из ваших друзей ни во что это не верил. Вас спрашивали, «А зачем ты во все это веришь?» И вы стали думать, «А правда, почему я во все это верю?» Или вот вы уже учитесь в университете, и все ваши профессора не верят в Бога, и вы знаете, что если они узнают, что вы христианин, они посмеются над вами. И ваши друзья говорят, «Ну, может, для тебя это и здорово, но это такая бессмыслица, и не думаю, что сегодня кто-то в это может верить». И вот в вас уже поселяется сомнение. Или, может, это все уже позади, вы устроились на работу, женились, у вас появились дети, «Но вот вы настолько заняты, столько дел необходимо сделать, что вы говорите, «Я ведь когда-то любил Бога всем сердцем, всем разумением». А что сейчас произошло?» Люди, о которых идет речь, они не просто уклонили сторону, они отступили от веры, внимая духом, обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловестников, сожженных в совести своей. Вот если вы помните, я вам рассказывал ранее о том, что когда я был маленьким, у меня было очень обостренное чувство совести. Если я делал что-то не так, то я не мог найти себе покоя. И вот Павел пишет о том, что если кто-то пренебрегает своей совестью, он сжигает ее. Знаете, как если вы жарите мясо, и оно подгорает, то оно умирает. То есть эти люди лгут так часто, что когда они лгут, их не беспокоит совесть, они могут солгать, не морнув глазом, с таким невозмутимым лицом. И Павел пишет к Тимофею, «Такие люди будут в церкви, я знаю, что они есть, которые начинают путь в вере, горят, ободряют других, а потом начинают слушать другие голоса, других учителей. И вера их слабеет, слабеет, и, наконец, умирает». Они сворачивают на неверный путь, и Павел пишет Тимофею, «Ты не можешь этого допустить». И третий стих, вот что некоторые из них призывали делать, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Бог установил брак, и это хорошо. Он сотворил Адама и Еву, Он радуется союзу брака. И парам, которые собираются вступить в брак, я говорю, что брак — это лучший образ человека во взаимоотношениях с Богом. Бог дал нам понятие брака. А эти люди говорят, что, чтобы быть благочестивым, надо избегать брака, а также, что есть еда, которую не следует есть. И Павел говорит, «Тимофей, все, что Бог дает нам, должно приниматься с благодарением теми, кто верит и знает истину». Вы когда-нибудь думали о том, что обед может быть поклонением Богу? Что вы когда-нибудь садитесь за стол, и на столе еда, и не важно, сколько еды, много или мало, насколько качественна, или насколько некачественна эта еда. Еда — это дар Божий. Мы с Хайсими проводим совместные обеды, хотя, может быть, не так часто. И я предлагаю помолиться перед тем, как приступить к пище. И однажды я помолился таким образом. Я сказал, «Господь, спасибо за мясо, которое на столе». По-моему, это была курица, я сейчас точно не помню. «Спасибо, что сотворил курицу, которая дает нам яйца, дает нам мясо. Спасибо за стакан молока, который можем пить. И за корову. И насколько удивительно, ты сотворил корову, что она может производить молоко для нас. И отец, спасибо за эти листья салата, за все овощи, которые растут, и за те вещества полезные, которые в них есть. Вот такая была молитва. И я сказал, «Аминь». А дети мне говорят, «Папа, что это такое было? Я ответил, «Если все, что у нас есть, это дар Божий, и Он сотворил все для нас, то наш обед — это возможность Его прославить». Я не хочу сказать, что у вас должны быть подобные молитвы, особенно, знаете, если у вас есть маленькие дети, и вы будете так долго молиться, они скажут, «Папа, не молись так долго, я голоден, хочу есть». Знаете, слишком часто мы начинаем думать, что нам что-то положено, что у нас на все есть право. Нет, совсем нет. Все, что у нас есть — еда, брак, отношения. Это дар Божий, а люди сбивают с пути, и Павел пишет, «Не слушайте их». Не слушайте их. Есть голоса, которые пытаются сбить нас с пути, а есть голоса, которые призывают нас уподобиться Христу, к благочестию, и делают это чудесным образом. И можно привести множество примеров из жизни нашего общества. Ну, знаете, нам нужно проявлять толерантность. Это сейчас большое движение в нашей стране. Надо проявлять толерантность к религиям, к разным идеям. Но интересно, что те, кто призывают нас к толерантности, сами нетолерантны к христианству. И даже в нашей стране растет движение, которое говорит, что да, нужно проявлять терпенность вот к этой вере, к этой группе. Но, знаете, христиане, они слишком узкие, их нельзя терпеть. И Павел пишет к Тимофею, говорит, «Ты должен предупредить людей в церкви, чтобы они не слушали голоса, которые пытаются сбить их с пути, отвлечь от отношений с Иисусом Христом, основанных на Слове Божьем и на характере Божьем». Вот пятый стих. «Потому что освящается Словом Божьим и молитвою». Тимофей надо прославлять за это Бога, за пищу, за брак, за отношения. Все является даром Божьим, освященным Богом посредством Слова Божьего и молитвы. Поэтому, Тимофей, не слушай этих учителей, не позволяй людям слушать эти голоса, потому что они уводят с того пути, который ведет к уподоблению Христу. И нам всем нужно делать выбор, какую музыку мы слушаем, в чем мы участвуем, в чему мы учим в наших церквах, в чему мы учим наших детей. Нам нужно делать выбор. А враг будет пытаться уклонить нас, сбить нас с пути. И цель его — разрушить церковь, шаг за шагом. Вот в пятницу вечером в нашем доме семейный вечер. И обычно всю неделю мы заняты. Я занят в церкви, наши дети тоже заняты в школе, различные мероприятия. И в пятницу вечером все знают, что папа дома, я дома. Мы едим пиццу, Труди сама готовит вкусную домашнюю пиццу, мы берем фильм какой-то для просмотра. И вот как-то мы смотрели очень интересное кино, называется «Подержанные львы». Я не знаю, слышали ли вы о нем или нет. Но вот о чем фильм. Маленький мальчик начинает жить со своими дядями. А дяди были чудесными рассказчиками. И самое сложное было понять, говорят ли они правду. Они рассказывают чудесную историю о том, как они служили во Второй мировой войне, о том, как они воевали за французский легион. А один из них даже рассказывал о том, как он завоевал сердце арабской принцессы. Все эти истории были чудесными, грандиозными, прекрасными. И мальчик, как он пришел из трудной семьи, просто обожал эти рассказы. Но вот фильм был один момент, когда одной ночью этот мальчик с одним из своих дядей стоял на берегу озера. И было темно. И вот этот мальчик и дядя разговаривали. И говорили они об истине. Потому что мальчик пытался разобраться, а правдивы ли эти истории. И действительно, дядя рассказывает ему правду. И вот что сказал дядя. И это очень характеризует современное общество. Он сказал следующее. Не важно, правда это или нет. Важно другое. Важно, веришь ты в это или нет. Если ты в это веришь, то это правда. И этого достаточно. Нам не безразлична современная церковь. И у нас есть, что ей предложить. Поддержите наш проект «Молитва и финансами». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminary.com Я повторю это. Не важно, правда это или нет. Важно другое. Важно, веришь ты в это или нет. Если ты веришь в это, то это правда для тебя, и этого достаточно. Вот это пытается сказать нам современное общество. Совсем не важно, на чьей стороне истина. Если ты в это веришь, то все нормально. Если ты веришь в одно, а ты веришь в другое, и это противоречит друг другу, неважно, вы можете разойтись и верить каждое свое. И сегодня, спустя два тысячелетия, после того, как Павел написал эти строки, вопрос об истине и о том пути, по которому следовать, еще актуален для нас. Итак, какие голоса мы должны слушать? Как мне узнать, по какому пути идти? И Павел говорит нам дальше об этом в стихах с 6 по 10. В 6 стихе он говорит Тимофею, «Внушаяся братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Учи тому, чему сам научен. Учи тому, чему я тебя научил. Учи истине об Иисусе Христе, что Он совершил. Вложи в их сердца». Это доброе учение. Это слово веры. И ты следуешь всему этому. Они смотрят за твоей жизнью. И 7 стих, «Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Люди будут спорить обо всем. Они будут рассказывать об этом, приводить эту историю, такой аргумент. Лишь бы поспорить, Тимофей, отвращайся от этого. Павел пишет ему, «Упражняй себя в благочестии». И это одно из решений этой проблемы. Вот что мне делать? Как следовать по тому пути, по которому Бог хочет, чтобы я шел? И вот что Павел пишет. «Упражняй себя в благочестии». Идея здесь в том, что упражнение должно быть постоянным. И упражняясь, вы преследуете какие-то результаты. Не приходит на ум образ ребенка, который никак не может наесться. Когда организм ребенка растет, развиваются там кости, мышцы, то они не могут съесть достаточно. Они хотят еще. И Павел говорит, «Тимофей, ты их должен постоянно питать, постоянно заботиться об их диете, учить их Слову Божьему». Можно прочитать из второго послания к Тимофею с 3 главы, стихи 14 и 15. «А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса». Тимофей должен сам питаться и питать людей из Слова Божьего, получать силы для подкрепления своей души и питать людей. А все эти разногласия, все эти бабьи басни, все эти споры, это пища, которая не питает. Это нездоровая пища. Вы понимаете, какая пища нездоровая? В Америке у нас есть такое выражение «джанкфуд». Это бутылка газировки, пакет чипсов или что-то, что мы употребляем, когда смотрим фильм в кинотеатре. Это пища, но это нездоровая пища, хотя она может казаться вкусной. Я честно могу признаться, мне нравится на вкус такая пища, а сам порой не прочь так поесть. Но это плохая пища для тела. И Павел говорит, «Тимофей, все эти споры, все эти басни, это духовная нездоровая пища». Но, Тимофей, питайся тем, что полезно для тебя, что будет способствовать твоему духовному возрастанию. Но не одно лишь только духовное питание нам нужно. В седьмом стихе Павел говорит, «А упражняй в себя в благочестии, ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Вот Павел рассуждает как спортсмен. Тимофей, если ты правильно будешь питаться и упражняться, то тогда ты будешь здоровым. Тимофей, я хочу, чтобы ты не только питал правильной пищей церковь, я хочу, чтобы ты подавал пример правильного образа жизни. Помните, вера определяет поведение. Если правильно питать их веру и показывать, как это проявится в их поведении, то тогда они будут духовно здоровыми. Вот слово «упражняй», оно происходит от того же слова, от которого происходит слово «гимнастика». Я думаю, Павел намеренно использует этот образ, это слово, потому что в греческом и римском мире того времени олимпийские игры, соревнования занимали важное место в жизни. Вот, Тимофей, представь те соревнования, которые происходят на спортивных аренах в твоем городе. Думай об этом, размышляй об этом, потому что я хочу, чтобы ты упражнялся в том, в чем учишься, и чтобы делился об этом со своей семьей и со своей церковью. В начале лекции я говорил о французских Альпах. Вот сейчас происходит соревнование Тур-де-Франс, и в гонках выступает спортсмен из Соединенных Штатов Америки, и я слежу за его выступлением на протяжении уже нескольких лет. Но если вы что-то слышали об этих велосипедных гонках, то знаете, что гонки происходят по территории Франции, где-то 2000 миль, на протяжении где-то 20 дней. Иногда их маршрут проходит по равнинам, по достаточно ровной местности, а иногда он проходит по французским Альпам, и им приходится взбираться. На такую крутизну и думаешь, вообще, как это возможно? И чтобы принимать участие в Тур-де-Франс, нужно быть в максимально хорошей форме, потому что гонка длится много дней, есть очень трудные этапы, поэтому они правильно питаются, упражняются очень много, их дыхание, их тело, все находится в максимально хорошей форме, и они едут группами, чтобы сопротивление ветра преодолевать вместе. это прекрасный образ того, о чем здесь говорит Павел. Тимофей, ты должен помочь людям в церкви быть настолько хорошей духовной форме, чтобы они смогли распознать все лжеучения еще за километр и сказать, «Нет, я в этом не участвую, и этим путем я не пойду». Я хотел бы обратиться к тем, кто смотрит этот курс. А вы питаетесь Словом Божьим? А упражняетесь ли вы? Применяйте на практике то, что вы узнаете. И знаете, вы никогда не будете в прекрасной форме, если не начнете упражняться. Кто-то может сказать, «Я стал христианином, но потом был настолько занят». Начинайте. Продолжайте. Может быть, вы были христианами уже на протяжении долгого времени, и вы устали, но, может, тогда вам нужно немного сбавить темп, но не сдаваться, не останавливаться. Не переставайте упражняться в том, что вы узнаете из Божьего Слова. Бог любит вас. Бог отдал своего Сына за этот мир. Он не хочет, чтобы этот мир погиб. Он желает, чтобы все пришли к познанию Его и имели отношение с Сыном Его, Иисусом Христом. Он говорит, что может преобразить нашу жизнь. Но не останавливайтесь. Продолжайте. Учитесь и упражняйтесь. Позвольте задать вот такой вопрос. Как выглядит ваше питание и ваше упражнение? Здоровая ли ваша духовная пища? Знаете, в Америке такое разнообразие духовных течений и служений. Есть такие очень легкие церкви, такое впечатление, как будто питаешься там конфетами. Некоторые совсем не по истине преподают, некоторые очень рядом, но неважно, в какой стране вы живете, неважно, в какой культуре. И задают этот вопрос, потому что ситуация одинакова везде. Какова ваша духовная пища, для которой вы питаетесь? И каковы ваши упражнения? Как вы применяете на практике то, что узнаете? И Павел ободряет Тимофея, говорит, Тимофей, ты должен не прекращать, ты должен продолжать, идти вперед и не останавливаться. Да, на пути будут препятствия, будут сложности в церкви, сложности в обществе, но ты должен идти вперед, Тимофей. 9-й, 10-й стихи. «Слово сие верно, и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога Живого, Который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных». Вот это будет побуждать тебя идти вперед. Думай о цене, думай о том, как ты встретишься с Иисусом Христом в конце своей жизни, и увидишь все то, что Он приготовил для нас. Поэтому, Тимофей, когда ты устанешь, когда ты будешь чувствовать себя слабым, возлагай все свое упование, всю свою надежду на Бога Живого. Мне вспоминаются слова из Послания к евреям, из 12-й главы, где говорится о том, что мы должны взирать на начальника и совершителя веры, на Иисуса, потому что Иисус Христос прошел этот путь. Он финишировал этот забег. И тому есть множество свидетелей, которые ободряют нас, призывают идти вперед. Есть различные пути в этой жизни. Есть пути, которые предлагались Тимофею и людям в церкви Ефесии, которые уводили их в сторону. Но Павел говорит Тимофею, «Иди прямым путем. Питайся правильно, питай себя из Слова Божьего, из общения с другими людьми. Делись Евангелием Иисуса Христа с другими людьми и таким самым упражняйся в благочестии». Тимофей, не сдавайся. Иди вперед. Правильно питайся, упражняйся и думай о Боге Славы, который примет нас в конце нашего пути. И вот мы подошли к концу этого раздела. На сегодня наше занятие закончится. И когда мы опять соберемся, мы продолжим изучать первое послание к Тимофею, 4 главу, с 11 стиха. А сейчас перерыв. Субтитры создавал DimaTorzok